Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ. Об этом сегодня заявил глава государства на встрече с председателем парламентской ассамблеи ОБСЕ. Кристин Мутанин в Беларуси не первый день. Накануне встречи прошли в белорусском парламенте. Стороны подписали соглашение по 26-й ежегодной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. Она состоится в июле в белорусской столице. Как подчеркнул Александр Лукашенко, наша страна сделает все возможное, чтобы предстоящая сессия стала лучшей в истории проведения подобных встреч. Анастасия Иванникова с подробностями. С визитом в Беларуси председатели парламентской ассамблеи третий раз. До этого Синеокую посещали в 2009 и 2012. Но только встречи на столь высоком уровне не проводились. Программа визита Кристина Мутанин обширная. Это неудивительно. Уже началась подготовка к 26-й ежегодной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. Около 700 гостей Минск соберет с 5 по 9 июля. Решение о месте проведения принято было единогласно. Беларусь такое знак доверия оценила. Мы вам благодарны за то доверие, которое оказано Беларуси в плане проведения сессии парламентской ассамблеи. И в плане этих мероприятий и этой сессии нам действительно надо обсудить многие вопросы. Я хочу вам честно и открыто сказать, что мы сделаем все для того, чтобы это была лучшая в своей истории подобная сессия. Мы хотим этим продемонстрировать то, что Беларусь привержена основным принципам деятельности организации по безопасности и сотрудничеству. И не только этой показухой, но и своими делами до парламентской сессии и то, что мы уже имеем сегодня. Мы это продемонстрируем всему миру и прежде всего тем депутатам, представителям других стран, которые входят в эту организацию. Мы покажем еще раз, что те предупреждения, которые на Западе существуют, а особенно существовали, они являются надуманными. То, что Беларусь это европейская страна и что здесь и прав человека, и верховенство закона, и демократии нисколько не меньше, чем в других государствах Европы и в том числе Европейского Союза. Поэтому вы можете быть спокойны и уверены в том, что вы не приняли ошибочное решение, приняв решение по проведению этого мероприятия в Беларуси. Председателем парламентской ассамблеи Кристин Муттанин стала в июле прошлого года во время встречи в Грузии. По правилам на эту должность избираются на год. Кристин Муттанин – парламентарий опытный. В австрийском депутатском корпусе с 99-го года. Для нас большая честь встречаться с вами. Мы очень рады, что вы согласились принять очередную сессию парламентской ассамблеи. Для нас это мероприятие очень важное. Вчера состоялись продуктивные переговоры. И я уверена, что все необходимое уже сделано и будет делаться. Я не сомневаюсь, что сессия пройдет успешно. В целом в работе парламентской ассамблеи ОБСЕ участвуют более трех сотен парламентариев из 57 государств. Хорошая площадка для дискуссий была и остается летняя сессия ассамблеи. Подготовка к ней уже началась. Накануне встреча прошла в парламенте. Соглашение подписали две стороны. Говорит намеренно об укреплении взаимного доверия. Обсудят и вопросы экономические. Как раз об экономике говорили сегодня и во время посещения предприятий. Подобрали то, что по достоинству оценить может женская половина. Для истинной леди – фэшн-показ от белорусского производителя. Сегодня предприятие в лидерах по производству женских пальто и плащей в СНГ отвечает вкусом даже самых придирчивых модников. Когда-то здесь был представлен лишь верхний женский ассортимент. Сейчас шьют костюмы, платья, юбки, брюки. Австрийская гостья оценила. Очень хороший материал и хороший дизайн. Дизайнеры действительно креативные люди. Опытный взгляд художников и конструкторов предприятия помогает угадывать модный тренд. К примеру, сейчас популярен цвет фуксий и василек. 40% модной продукции идет на экспорт в Россию и Казахстан. Оценили наши демисезонные пальто в Великобритании и даже в США. На внутреннем рынке мы продаем 65% продукции собственного производства. Соответственно, 35% собственного производства продаем за рубеж. Это тоже белорусская фэшн-индустрия. Уже шоколадное предприятие одной из крупнейших производителей кондитерских изделий. Всего 250 видов. Благодаря своим сладким новинкам популярна далеко за пределами Синеокой. Уже давно такой вкус Беларуси знают в России, Израиле, Грузии, Казахстане, Германии, Чехии, Арабских Эмиратах. В последнее время на предприятии благодаря модернизации запустили 4 современные линии. В итоге производительность выросла в 5 раз. Экспорт у нас за прошлый год увеличился на 19%, а в текущем году, в первом квартале, мы ожидаем увеличения экспорта в 2,5 раза. В том числе в страны, не Россию, в 2 раза. И такой интерес настоящий. Не зря Кристина Мутанин не раз повторяла, что в Беларусь она обязательно приедет еще. Анастасия Иванникова, Анастасия Бенедесюк, Сергей Капустин и Андрей Новгородцев. Телекомпания СТВ.